Подождите, это же надо, чтобы я начал. У нас приглашенный гость в нашем 14 выпуске, потерянный, мы его ждали, мы его надеялись, он придет к нам и в 14 выпуске, а если бы мы не считали с нуля, то 15 выпуск, юбилейный, Лев Михайлович Полей. Это иностранный, заграничный, забуго. Был бы вообще разрыв, если бы он зашел бы с такой же камерой. Мало кто знает, но он просто снимает на балконе у Саши как бы свои стримы. Так есть, да. Мы его закрыли на балконе. Да, и я заранее приношу извинения за такой твит, друзья, потому что, ну, вы же понимаете, очень тяжело отдыхать, и, соответственно, условия просто невозможные, приходится постоянно, собственно, вести какой-то странный совершенно образ жизни. Правда. Максим, спасибо большое. Спасибо. Мы рады. Я, если не порадовался, и, собственно, прослушал, видимо, мой просмотр где-то внутри вот этих вот жалких, ой, простите, воскресенье, 59 просмотров. Вот. И, на мой взгляд, это так, друзья. Все-таки. Мы выяснили, что главное, из-за чего смотрят этот подкаст, это Лев. Вот. Он делал нам как бы все просмотры. Без Льва вообще никому не интересно. Ну, нет. Ну, смысл не в этом, нет. Мне кажется, на ЛГС нашли свою аудиторию. Мы их можем пересчитать. Они существуют. Есть 59 человек. Ну, и, конечно же, я передаю привет своей маме, сестре и, в общем, всем, кто... Я жене передаю, а то там тоже учтено. Да, родители, родные, которые заходят под VPN раз в день, да, и смотрят эти выпуски. Давайте, нет, давайте, давайте серьезно. На самом деле, ну, результат, если результат, невозможно, там, однозначно к этому относиться. С одной стороны, есть какая-то гордость, что это сейчас не ноль. Вот. Но и есть озабоченность тем, что, возможно, мы что-то делаем не так. Вот. И в связи с этим я предлагаю начать. Не, ну, мы план... Если меньше 50, мы закрываем подкасты. Мы... Погоди, Макс, надо хотя бы, чтобы это Саша сказал. Ты уже что-то подобное говорил раз в 10. Мы не будем закрывать этот подкаст, пока нам совсем не надоест. Даже если там будет... Ну, там будет 3 просмотра, как бы, вот точно. Может, наоборот, пока мы не наберем, например, там, типа, 300, да, просмотров, верхнюю планку мы не закроем. Да. Вы можете попробовать закрыть наш подкаст просто... Да. ...большим увеличением просмотров. Ну, Пайки, да. Пойдемте дальше. Да, друзья, давайте-давайте. Давайте сделаем. Ох, боже мой. Что это? Я не знаю, что это. Объясните. Да, я увидел фотографию, которую хотели постановочно пародию сделать на мою фотографию с Екатериной Старостиной. Вот. Я, кстати, так ни разу не посмотрел журнала. Не почитал, я не знаю. Но есть журнал, в котором я уже вижу просто... Ну, благодаря тому, что я подписан на Катю Старостину в разных соцсетях, там стабильно раз в неделю появляются фото, видео, контент, связанный с вот этой фотографией. И мы почти похожую хотели сделать, но не могли найти в тот момент журнала. Ну, вот. На самом деле, эта фотография сделана на Соктехе. Мероприятие, которое сделала Vanguard Media, которое делало раньше Сокфорумы. Сейчас сделали на базе Кибердома. Вот. Прошло мероприятие. Один день. Не было душно на втором этаже. Как в отличие от Сокфорума. Все. Позади меня выпитого какого-то алкоголя, но не мной. Что же Сок? Какие тенденции, Максим? Тим. Давайте переформулируем. Переформулируем, да? Вот. Прошло несколько конференций со словом Сок. Какая из них лучшая? Саш, давай мы, наверное, завершим эту рубрику. Мне кажется, что для обоих конференций в целом подойдет очень емкая формировка. Ну, было и было. Вот. Нет. Единственное, смотрите, что полезное, это я вот вышел с вот такой футболкой оттуда. Сокровенно. Да. За что большое спасибо Ксении Чернобай, на самом деле. Вот. Которая меня подогнала эту футболку. Следующий слайд. Следующий слайд. Сейчас, секунду. Это я вставил. Нет, на самом деле, мне просто вот набомбило эту новостью много-много всего, потому что я это где-то прочитал там по одной ссылочке, потом по второй, потом что-то в один телеграм-каналчик взлетело, потом вот второй. И вот есть такая вот оценка, потому что планируется запустить настоящую там ГОСОПК, условно, систему противодействия компьютерных атак, да, то есть на полностью российских компонентов. Судя по всему, об этом речь. И тут суммы, ну, типа, где-то порядка 7 миллиардов на все это дело, 12, есть еще оценка какая-то в 25 миллиардов. В общем, короче, вот направление, собственно, мыслей правительства в этом плане. Действительно создается, там, вкладываются деньги в кибербез и вкладываются они в достаточно таком объемном формате. Ну, как кажется, опять-таки. Я бы читал эту новость в минутах. Что скажете? А что такое вот антифрод в данном случае, как проект? Я вот про мультисканер слышал, про антифишинг вроде слышал, вроде нет, но про антифрод точно не слышал. Что это такое? Слушай, довольно хороший вопрос. Вот, по-моему, система противодействия мошенничеством просто не в прямом прочтении, который нам вот в принципе просто исходя из того, что в банках антифрод – это определенная там конструкция. То есть это вот как раз-таки система контроля вот кибермошенничества. Но в более общем, то есть я думаю, что там и скорости другие, да, то есть там обработка назад совершенно по-другому будет антифродически устроена. То есть это еще другая история. Вот. Может быть. Конечно, смотрите. Обычно, если мы говорим про 2030 год, сейчас, секундочку. Если мы говорим про 2030 год, понимание четко, там, у всех участников за 6 лет до вряд ли не есть. Вот, потому что это проект. Он такой, собственно, не простит. Сори. Макс, давай. Да нет, я просто говорю, во-первых, я на самом деле, когда пишу 12 миллиардов в течение 6 лет потратят, это не такие большие деньги, если разложить это на компанию, на зарплаты, на аренду помещения, на оборудование, которое надо предоставить этим работникам, чтобы они что-то разрабатывали. Но когда это тратится на какие-то разработки, это на самом деле очень большой бюджет, который там очень многие компании расходуют в течение этих 6 лет. В общем, я так понял, что пока никто не понимает, что такое антифрод, антифишинг и мультискайдер по-хорошему, и мы ждем каких-то подробностей. Скорее всего, пока все, что известно, на уровне великого маркетинга, однобавка сказал. Ну, давайте дальше. Уязвимость. Уязвим лаут. В общем, решение для шаринга файлов корпоративное и много еще до чего. Для всяческого корпоративной внутренней работы совместной. Вот, оказалось, что есть там такой ап, в общем, плагин, приложение, графапи от Майкрософта. Вот, и из-за этого апа существует URL, который заканчивается на get.php.info. Вот, и при доступе к этому URL-адресу раскрываются детали конфигурации среды, среды PHP. Вот, и если онклауд разворачивается в контейнерной среде, то могут эти переменные среды включать конфиденциальные данные, пароль администратора онклауд, учетные данные почтового сервера и лицензионный ключ, что довольно интересно. Вот, есть публичный ПОК, но там на самом деле ничего хитрого, просто делается где-то запрос по вот этому URL-у. Вот, если у вас есть онклауд в организации, проверьтесь, обновляйтесь, если были уязвимы, то меняйте преды. Никто не сталкивался с онклаудом? Все, наверное, на никс клауде уже переехали. Слушай, ну я сталкивался, на самом деле, и моя история, ну как, если вспоминать, там онклауд же первым был, потом появился никс клауд, по сути. То есть никс клауд это портнувшийся и ставший, ух, даже, по-моему, каким-то полукомерическим, короче, никс клауд. Ну вот, ну то есть это другая ветка совершенно. А онклауд был изначально, тут просто я не очень понимаю, то есть всегда PHP, всегда исполнение кода, собственно, через, из которой можно вытащить эти данные просто через руку. То есть это, по сути, должно воркраудиться, то есть можно захарплинить с помощью чего-то. Ну, они говорят, удаляйте, удаляйте этот get.php.info, PHP и будет счастье. Ну вот, а просто отключение в интерфейсе не дает такого эффекта. Ну, или обновляйте до новой версии. Сервис-то не отключается, да. Ну, в целом, понятная штука. Мне кажется, многие висят на нем, потому что он буквал первый год. Да, как минимум, как легоси-система какая-то где-то наверняка крутится. Ну что, поехали дальше. Давайте, да. Еще одна уязвимость, сразу же в догоночку, это очередная уязвимость в Chrome, Chromium. И, как это обычно бывает в последнее время, уязвимость в распространенной библиотечке. На этот раз библиотечка SKEA, библиотека DVD-графики с открытым исходным кодом, которая предоставляет общие IP-интерфейсы, работающие на различных аппаратных и программных платформах. Вот, и среди этих программных и аппаратных платформ есть не только Chrome, ChromeOS, Chromium, ну и даже Android. Есть Flutter. Соответственно, куча, получается, мобильных приложений, которые используют этот фреймворк, они, видимо, тоже. Ну и Mozilla Firefox тоже, по идее, будет уязвима для этой уязвимости. Вот, тут еще упоминается Firefox OS, но, в общем, меня порадовало, что люди помнят, вот, уже давно о померзшем проекте, вот, но до сих пор упоминают, не обновляют эту документажку. Очень похоже на кейсы с уязвимостями LibWeb и LibVPX, которые тоже в этом году были. Все больше уязвимостей Chrome, получается, не в самом Chrome, а вот в сторонних библиотечках, которые уязваются. Нет, единственное, что могу сказать, то есть пока вот, действительно, там, пафосность описания, потому что, насколько это важно, это страшно, оно сильно превышает реальную опасность, по крайней мере, в ума. Вот, поэтому, ну, плохо его знает, на самом деле. Вот это, чтобы с ауклаудом, она жить, ну, либо про команду, которая внутри точно может захарпелить сама, по логике этой истории, ну, как вот мы сейчас проговорили, что вот есть, там, собственно, настройки окружения, ты можешь немножко почунить, сюда наверняка, там, 50-70% уязвимости тоже выйдет, ну, либо про, собственно, быстрое соответствие, это обновление. И, как бы, бог его знает. Тут, наверное, вопрос, что есть вот библиотека DVD-графики, куда ее встроили? Ну, точно известно, что ее, там, повстраивали в браузеры. А может, еще какие-то приложения встроили. И кто эти монтейн-приложения? Насколько они быстро среагируют на то, что вот в этой SKIA есть критичная уязвимость? Непонятно. Почему, почему вообще... С оплайчейн, короче, классический. Почему вообще, в принципе, библиотеки 3D, 2D-графики, собственно, фигурируют в браузерах? Потому что встроена часть Google-оси, скорее всего. И поэтому это вот, ну, исполняет пульсы, которые вызываются оттуда. Может быть, тут вопрос именно, скорее, разделение команд разработки, возможно, Google-оси и Google-браузер. Окей, давайте переместимся. Штука, как бы, такая, своеобразная. Да, давайте. Это великолепие. Да, да, да. Ой, мне очень понравилось, что появилась, с одной стороны, практика. Два человека. Там есть даже фамилия и имена. Прямо там на сайте, потом питерского. Фамилия, имена, адресы, телефон. Я реально без шуток. Алексей Кулаков и Мария Шпынова запросили, подали в суд. Причем это реально открыто, то есть написали. Они подали в суд. Сказали, дайте мне 30 тысяч рублей штрафа за то, что им, ну, компенсации. За утечки Яндекс.Иды. Но никто же не делал. Все утекли в Яндекс.Иде. Все ими пользовались, но никто не подавал. Самое главное, что суд отклонил этого. Он не нашел вообще причин для компенсации. Они подали в апелляционный суд. И уже апелляционный суд решил, что мы можем выплатить. Все-таки, да, надо поставить постановление, что выплатят 5 тысяч рублей. В этом все, вообще в этой новости все великолепно. Но самое главное, что бывает, когда курьеры просто опаздывают, Яндексу настолько пофиг, они могут дать там тысячу рублей бонусами на следующую покупку и так далее. А тут люди прям заморочились. Писали, ездили, ходили, потратили наверняка больше даже 5 тысяч рублей на всю организацию. А могли просто с Яндекс.Идой, наверное, быстренько договориться и получить 5 тысяч, 30 тысяч бонусов в Яндекс.Иде. Но есть прецедент, хотя бы, наверное, один из самых первых, когда люди получили минимальную, но все-таки компенсацию в Яндексе. Да, это же такая штука, как юридическая практика. Вот если, условно, ребята смогли бы получить 30 тысяч, то для ребят из Яндекса, которые занимаются юридической составляющей, скорее всего, будет проблематично обрабатывать вот эти вот иски с таким размером суммы. Потому что поэтому прецедент должен быть вот такой вот, чтобы это хотя бы можно было как-то обеспечить составляющей компании. Ну да. Интересно, потому что сколько утечек было помимо Яндекс.Иды, продолжат ли дальше этим пользоваться как раз? Повторюсь еще раз. Алексей Кулаков и Мария Шпинова. За распространение перс данных, да, теперь подпадаем. Ну, это нормальная история. У них впереди еще увлекательное путешествие за 25 тысячами рублей. Судно всего. Ну, потому что СДЭК, конечно, зато должен работать. Естественно. Но, понимаешь, проблема очень простая. То есть если это делает действительно Алексей Кулаков и Мария Штуркова, очень хорошо, что их не так зовут. Вот, то, собственно, они делают явно без юристов. Потому что юрист, которые их возьмутся за доставку таких компенсаций, конечно, ну, не знаю, надо будет еще на что-то есть. Ну, может быть, знаете, может, они сами юристы и просто обкатывают. Вот, работает и работает. Вот это вот вариант. Самый правильный и самый рациональный. Спасибо, Саша. Вот эта история совершенно верна. Слушайте, ну, что ж, утечка – это дело такое. В нашей жизни их достаточно много. Вот. Поэтому предлагаю приходить дальше. Да, еще. На самом деле мы не так давно обсуждали, что всех обязали перейти на двухфакторную аутентификацию. Мы не делали все запросы между нами, да, кто чем пользуется, какой двухфакторкой в госслугах. Вот. Но очень просто решили люди сразу начать пользоваться социальной инженерией. И, типа, сейчас увеличилось количество атак на почту. То есть у многих почта может быть открытая или, предположительно, может быть, связанная с госслугами. Либо, исходя из каких-нибудь прошлых, в том числе, утечек, туда пишут, что ваши госслуги пытались взломать и сообщить нам смс, пароль и так далее. Позвоните нам, и мы вам поможем. Конкретных примеров, кейсов не названо, кто от этого реально пострадал и прочее, но якобы это сейчас участилось и это используется. Пошли по пути повышения защищенности. Вот, поставили только из-за этого. Не, ну на самом деле усложнилось атакт стоимости, повысилось неплохо. Да уж. Не добавить, не прибавить. Ну, я на самом деле такая новость. Спасибо большое, Лев. Ты всегда сочин. На самом деле эта новость, она связующим крючком идет ко второй новости, которая меня отвлекла даже больше, на самом деле. Переключаемся на нее, да? Да, каждая стоимость по пол новости, чтобы набрать целую. Силовики выступили против легализации белых хакеров. Звучит мощно. Вот, ну, мы тоже обсуждали, что законопроект, что баг баунти и прочее, и в рамках баг баунти основная цель, чтобы просто белых хакеров можно было как-то легализовать. Силовое ведомство, там, МВД, да, оно решило, что это может послужить созданием еще большего количества различного ПО, которое занимается поиском уязвимостей, либо использованием как раз уязвимостей, то есть в каком-то серой зоне. Это сильно переживают из-за этого как раз силовые ведомства. И приостановили сейчас продвижение этого проекта, чтобы дописать. По предварительным данным, в течение года мы не можем ожидать, что появится законопроект о легализации белых хакеров. Силовые ведомства предложили добавить к легализации белых хакеров, чтобы при совершении баг баунти, например, на госслуге или что-то либо еще, добавить, например, IP, чтобы данный белый хакер регистрировал, указывал свое как раз местоположение, в том числе и свой IP-адрес. И впервые фраза «я вычислю тебя по IP» звучит великолепно. Новыми красками заиграло. Слушайте, давайте так. Силовое выступление против легализации белых хакеров. Блин, ну да, конечно, нужно реализовать определенный вид работы. Он сейчас легализован. Просто он был за георгическим лицем пока. С точки зрения того, что физические лица могут выполнять лицензионную деятельность, до этого им что-то надо делать. Ну, наверное, да, то есть надо какие-то изменения в документы внести, так, чтобы не было какого-то темного серой зоны какой-то. А зачем просто любому физику этим заниматься? Я не знаю. Давай так. Это обеспечение возможностей. Поэтому, ну, мне кажется, окей. Сейчас что-то, короче, про обеспечение возможностей зеленого света вперед. Вот. Как это будет в итоге выглядеть, вот в чем вопрос. Потому что намерение-то может быть и хорошее, а итог, ну, какой-то. Давайте дальше. А это был последний слайд у нас, Лев Михайлович. Да. Все, все. Тогда я, короче, больше ничего не могу говорить. Теперь настало время мистера Икс. Мистер Икс. Что-то хотелось сказать. Наверное, тогда скажу просто, что поздравляю всех причастных к информационной безопасности с праздником защиты информации, который был 30-го числа. И желаю нам, всем, набрать больше 500 просмотров. Если мы перед... И тогда мы, может быть, закончим как раз выпускать наши ролики. Либо мы начнем их настолько мало записывать, по короткости времени. Александр будет вырезать все. И по этой причине мы тоже не будем... Вот. Одна... Когда-то так получится, да, что придется вырезать все. Будем выходить в тексте. Мы скоро станем газетой. Всем спасибо. Пока. Всем пока. Лев Михайлович, вы как-то себя включите? Покажете в конце? Да, конечно, друзья. Спасибо большое. Это было очень эпично. Мне нужно было выключить микрофон, чтобы мне было слышно, как я истерично смеюсь. Это закон эволюции, да. То есть, когда ты из... Около видео подкаста потихонечку превращаешься в гаден. Это просто... Да. Так и должно быть. Около видео подкастся в гаден. Спасибо.